Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянада, Шри Адвайка Гадаха, Шри Васади Гора Бхавинда. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянада, Шри Адвайка Гадаха, Шри Васади Гора Бхавинда. Я Я Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянада, Шри Адвайка Гадаха, Шри Васади Гора Бхавинда. Я Я Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянада, Шри Адвайка Гадаха, Шри Васади Гора Бхавинда. Hare Кришна, Hare Кришна, Hare Кришна, Hare Hare. Hare 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 Субтитры создавал DimaTorzok Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Харе Кришна преданный! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот мы с этим настроением уже так готовы были, прям хоть, не знаю, через неделю, по-моему, уже были готовы их инсталлировать, когда они приехали к нам. Такой у нас был просто, знаете, духовный раджес такой. И потом мы там, в какой-то момент мы поняли, что нам некогда просто этой инсталляцией заниматься, нам проповедовать нужно. А это, оказывается, настроение почитата такое. Что вы привязались к инсталляции? Идите проповедуйте, мы уже с вами. Все, мы проповедовали, проповедовали, сейчас проповедуем, и тут буквально вот в Майпуре, на гору принимаем, мы поехали в Майпур, и я пошел к министерству Сан-Яса, чтобы получить стандарт и так далее, чтобы это все авторитетно было, чтобы выполнить наставление Гуру Махараджи. Он говорит, там, пообщайся, пусть они будут стандарт, богословение не устанавливать можно. Я пообщался, пообщался, там очень зрелый и вайшнавый, причем я прям почувствовал, что в какой-то момент, как будто бы мне милости не хватает убедить министерство поклонению, что мы уже готовы поклоняться. И я начал думать, Прабхупада, вот если бы ты был бы на планете сейчас, неужели бы ты так все это оттягивал, там, то, 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 там, сразу же ты бы сказал, поклоняйтесь и проповедуйте. Нужна помощь Прабхупада, пожалуйста, придите на помощь. Я только подумал, ученик Прабхупада заходит туда, причем тот ученик, с которым у меня очень хорошие, добрые, теплые отношения. Завязались, все же, и прямо он заходит, я думаю, не может быть. Он уже зашел, такой, вау, вальвики, как ты здесь? Я говорю, Мураж, помогите, пожалуйста. Он, а чего такое? Я говорю, ну, мы там не вам расскажут. Я не могу рассказывать все, я английского не знаю. Думаю, ну, он о чем-то важном разговаривает, но наверняка он знает, какое бы мое настроение. Он раз, раз, а он их начинает убеждать. Да нет, это Бакты такие, это такие, да Бакты, им можно разрешить. Они там просто все в проповеди, они все в миссии, им это поклонение, оно так чисто. И он вот так вот раз, а они ему говорят, ну, Мураж, ну, есть Прабхупада, вот его настроение вот такое, сейчас вот надо вот так, это стандарт, иначе это все. Я не раз, раз мягко как-то вижу, они даже его убеждают. Я думаю, о, похоже, не светит нам ничего здесь. Он говорит, знаешь, мы хорошо, знаешь, фальвики, все нормально, ты их слушай. Вот как они скажут, так и сделают. Причем он так это сказал, как Прабхупада прям. Я прям так почувствовал, что вот так и надо сделать. Я говорю, окей. Знаете, что они сказали? Они не против нашего вот этого фанатизма духовного. Они очень загорелись, вдохновились. Более того, они сказали, мы вообще такого не видели нигде на планете, что вот так вот, какие-то белые люди, вот так вот просто. А мы говорим, а как иначе, больше никак. И они говорят, вот у вас сейчас есть панчататва? Такая. Мы говорим, да. Вот поклоняйтесь им. Поклоняйтесь им вот этим стандартам, которые мы сейчас вам даем, где большой. Вот прям попробуйте начинать. А там надо, там, минимум три брамана. И такой стандарт самый простой, они нам подобрали. Вот его попробуйте подогнать. А у нас ни одного брамана нет. А мы рвемся поклоняться панчататве. Не понимаем, что поклонение панчататве является самым высоким стандартом поклонения. Это даже выше, чем поклонение радость Кришны. Поклонение панчататве. Потому что это божество калиюги, так же. Им поклоняться могут только брамачари. Ну и так далее. В таком случае, там дальше не буду все это прописывать. Ну, в общем, вот так. А мы тут бьемся вообще чуть ли не бесплатно там вообще поклоняться им просто так. Вот с этого начните просто. Поклоняйтесь потихоньку. К этому времени за год подгоните стандарт этот. И потом вы сами поймете, устанавливать он или не устанавливать этот момент. Это так легко на сердце легло. Ну, боже мой. Слава богу, что хоть вот такие преданные адекватные есть, которые могут вот объяснить. Наш фанатизм этот опустить просто куда-то. Да и вот мы сейчас так рады, что у нас есть время, что нам можно вот подготовиться. По секрету, знаете, еще одну вещь скажу. Это только у нас такие истины, которые могут быть. Потому что все заняты проповедью. Сколько уже прошло? Март, апрель, май, июнь. Четыре месяца. Ничего не делается в этом направлении. Все как было. Так и поклоняемся Панчататре. Этой, которая стоит. Так же проповедуем. Все никогда не... Все. Вся та же самая динамика. Ничего не меняется. Об этом никто ничего не думает. Я иногда звоню и говорю, предный, как там божества? Стоят. Ну, я-то другое спрашиваю. Там что-то двигается, имеется. Ну, ответ простой, трансценентный. Все хорошо, что маленькие проповеди. Божества стоят, все нормально. Я понял, хорошо. Как проповедь? О, вот. Все нормально. Поэтому примите это как милость. Потому что потом они не дадут вам спокойных дней. Сейчас пока просто поклоняемся. И вы прям почувствуете, они присутствуют там. И есть время. Это хорошо. Есть время. Подготовьтесь. Потому что этот процесс очень сокровенный. Наша задача не принижать эту степень, значимость этих вещей. Если идет какой-то, ну, как бы, ну, запрос о стандартах или еще что-нибудь. И хочется прям вот так быстро. Вот в этот момент надо просто не, ну, не сглупить. А вот пойти прям так, как просят. Потом поймем, почему это так хорошо было. Я этому только недавно начинаю учиться, оказывается. Ну, как-то так. Надеюсь, не раздохновил вас. Стандарты изменились в марте. Стандарты? Стандарты изменились в марте. Изменились в марте. Ну и также есть исключение всегда. Если кто-то возьмет ответственность, если вы прям реально нуждаетесь в этом, то надо просто получать второе посвящение. Если вы не посвящены, то можно получить сразу два посвящения. Такое тоже бывает, как исключение, Прагхупада это тоже делал для проповеди, для миссии, если для этого. Ну это как исключение, видимо, через Грума Хараджи. То есть он рассматривает ситуацию глубоко, если надо, он всегда проповеди для миссии. Но это в духе Прагхупада. Просто по этой же теме вопрос. Я продублирую, если что, похоже, тихо говорит. Я просто был в храме уже давно, это вообще на меня не интересует. Я был в храме, когда учился на Худжаре, там просто требуется Худжаре вообще. И сейчас вот уже вот изменились требования, да, что надо со второй инициацией. Вот они ждут, когда я получу первое, чтобы я получаю. А потом оказалось, что, ну, со стандарта другие, как бы, ну, я не то что хочу остановиться, если я сейчас на Бхакте шастаю, то что, ну, на будущем, да, что ли. Ну, пока что делать, чтобы был храме в Худжаре, ну, не требуется. То есть вопрос, есть сейчас определенный уровень, там поменяли стандарты, теперь второе посвящение нужно иметь, да, и вы сейчас готовитесь к первому, готовитесь, да, к посвящению. И сейчас вы не Худжарите. Я не Худжаре, но я, как бы, учился на Худжаре, мне пару вопросов, чтобы когда получил первый, я уже стал там Худжаре, но Казминец требовал, что там Худжаре... Ну, всегда есть на месте старшие лидеры, ядеры есть, региональные секретари, да, можно с ними этот вопрос также согласовывать, если они берут ответственность за это, если они берут за это ответственность, то они могут авторизовать наше поклонение, поклоняйтесь. Могут также дать, ну, пройди образование, шастри, получить второе посвящение, если прямо это некому, и для проповеди это тоже можно будет рассматривать, как исключение, как исключение только. В продолжение темы общения, встречи учеников в Урмахараджи, вот, возможно ли, вот маленькая ядра, да, когда там всего буквально там учеников по пальцам сосчитать, среди них один всего инициированный, с одной инициацией, и остальным собираться, вот, как бы, но у него, пусть им нет времени, там даже раз, ну, не важно там, поскольку времени, мы редко очень собираемся вообще, и, возможно ли встреча без него, или там с другим учеником, со старшим, обязательно это делать для нашего комитета? Поймите одну вещь, встреча учеников, это не значит, все зациклено на одном каком-то человеке, на одном лидере каком-то, на одном старшем, на одном, там, инициированный или дважды инициированный. Встреча учеников, это встреча учеников, они могут быть не инициированы. Там не должно быть таких, ну, что кто-то есть лидер, и там он там это все, нет. Как мне вот недавно сказали, не знаю, десять, надо же это сказать, но в городе уже много лет один и тот же человек читает лекции на встрече учеников, на встрече учеников лекции не читают. Лекции читают на Бхагаватам, лекции читают на еще каких-то семинарах. Встреча учеников, это не семинары, там лекции не читаются, там идет общение, там Гуру Кадха идет, там все участвуют. И это не обязательно должен быть инициированный и не инициированный. Тут не ставится так вопрос. Единственное, что, конечно же, тот, кто инициированный, их прислушивается, они как старше, они могут там подсказывать, поставление может давать, если их принимают, опять же, как старше. Да, они могут там что-то курировать, подсказывать, заботиться о младших, да. Но как ученики мы все равные. Никакого лекционного формата. Лекционный формат может дать ученик другого учителя, старше какому-нибудь, если будет запрос учеников. Если ученики сами запросят, что нам нужно какую-то тему раскрыть. Ну, Гуру Татвы, например, да. И среди нас нет образованных до такой степени, которые могут нам эту науку предоставить. Да, поэтому мы можем обращаться к другим старшим вайшнамам, которые не являются учениками нашего Гуру Махараджа, у которых есть опыт, есть авторизация давать лекции на такую тему. Вот они могут дать лекцию по заказу, по заказу только. И то это не должно превращаться прям как в лекционный формат полностью. Он может вступление какое-то дать, раскрыть, и потом обязательно перейти опять в Гуру Катху. То есть в этот момент он должен слиться со всеми так же, как он, также ученик своего Гуру. То есть дать возможность каждому высказаться, каждому как в детерализации своей. То есть это должна быть семейная атмосфера, не семейная лекция. И в этом же ключе. Не обязательно быть инициированным, чтобы быть в семье Гуру Махараджа. Общайтесь как в семье просто. Вдохновленную какую-то тему возьмите, начинаете ее пахтать. И при этом не считайте себя старшим каким-нибудь. Нас могут посчитать старшим, но мы себя не должны считать старшим. Старшим можем считать себя только тогда, когда мы берем за кого-то ответственность. Официально мы берем ответственность за своего какого-то подопечного или за нескольких подопечных. Если мы берем, и мы реально заботимся о них, тогда мы можем себя считать старшими, и то это очень опасно. Что гордость, она такая штука, незаметная. А так никто не считает себя старшим. Поведение только. Поведение только прибыть старше или не старше. Инициация, она еще так. Она дает, конечно, понимание какого-то старшинства, но это так, жидко все. Сегодня Гуру Махараш поднимал тему персонализма. Я очень многое раскрыл. Вот у меня один вопрос такой. Как избежать от… То есть, как я понимаю, что желание раствориться, например, в какой-то организации или в каком-то проекте, это тоже проявление именно склонности к персонализму. Я правильно понимаю вот это? Первая часть вопроса. Что значит раствориться в проекте? То есть, быть инертным там и при этом быть в проекте. Так я понимаю, да, раствориться или как? Возможно, больше обусловиться какими-то внешними обозначениями. Например, человек идет работать в организацию, и там он как бы теряет свою личность. То есть, он становится частью организации, частью его механизма. Вот это и является проявлением персонализма? Не факт. Мы часть организации, например, которую создал Прабхупада. Хотя это общество, да, мы называем. Тем не менее, все равно это организация. И мы здесь вовлечены. Многие здесь занимают какое-то положение административное. Так же, да, они заняты всем. Они как бы слились с этим проектным процессом, организационных каких-то вопросов. Они отождествляют себя с этим. Как Гаринда Махараша однажды мне понравилось, сказал, это было во Вриндаване. Не знаю, года два, наверное, назад. Там был уход Прабхупады. День ухода Прабхупады был. И для русских отдельно организовали Катху. Прабхупада Катху. И пригласили учеников Прабхупады. И там был Драдюма Свами Махарашу. Бхакти Бринга Свами Махарашу. Еще там были ученики Прабхупады. И Девакинандар, он выходил и объявлял. Перед тем, кто-то начинает. Он объявляет так. Вот сейчас будет какой-то ученик Прабхупады, иницирующий гуру. Иницирующий гуру. Член GBC и так далее. Он представлял там всех. И когда он Гавину Махаража представил, там также он обозначил, что он иницирующий гуру. И он поднялся. Потом Гавину Махарашу такую вещь сказал. Он сказал, я не думаю, что это регалия. Иницирующий гуру, она как будто меня возвышает. Я не горжусь этим. Вот так я своими словами сейчас. Он так это выразил. Он говорит, чем я горжусь? В хорошем смысле слова. Я член GBC. То есть этот управляющий орган, в котором непросто находиться. Это реально люди подвига. Те, кто в GBC. Он говорит, вот это вот я. То есть я вот этим хочу гордиться, что я член GBC. Чтобы Прагупада GBC установил, и я вот в этой организации просто. Но это не имперсонализм. Хотя он там участвует активно, он обуславливается даже. Он сам сказал, я вот обусловлю, что я член GBC. Чтобы помочь Прагупаде удержать миссию. Чтобы она не развалилась. Если есть личность, для которой мы служим, есть цель возвышенная, организация помогает в этом. Это не имперсонализм. То есть когда он свою личность реализует в организации, а не игнорирует ее? Да. Он учитывает потребности организации, в организации он отделяет полномочиями в виде его квалификации. И он занимается этим служением. Можно еще второй вопрос дополнительный, чтобы до конца понять этот момент. А где вот та тонкая грань между реализацией своей природы? То есть реализацией своей природы, как я понимаю, это как раз есть противоположность имперсонализму. То есть когда мы принимаем себя как личность, как реализуем себя в этом мире. И вот где та тонкая грань между реализацией этой природы и развитием ложного эго? Ложное эго можно не напрягаться, чтобы его развивать. То есть мы не вырабатываем стратегию развития ложного эго. Оно как-то само так развивается, само вообще, знаете, автономно. Вы сами можете почувствовать эту грань. Свою природу, развить свою природу. А свою это чью? То есть природу сейчас меня вот как здесь или природу души? То есть и та, и та природа есть. Вы, скорее всего, говорите про природу вот здесь, да? В материальном мире. То есть кто я по природе? Да? Шудра, Вайшакшатр или Браман, да? Это имеете ввиду. Правильно? Свою природу вот именно в материальном мире. Как я это понимаю, что необходимо понять свою природу, как вот Аржуна. Он уже осознавал свою природу. То есть он знал, что это Шудра Шудра. И он знал, каким образом ему служить Кришне. А нам нужно... Он не знал, как служить Кришне в тот момент еще. Он задает такие вопросы, как будто не знающий. Он говорит, я не знаю просто, как мне вот служить тебе. Как вот их убивать? Я не знаю просто, как это делать. И Кришне говорит, ты обусловился просто. Вот она грань ложного его. Ты хочешь наслаждаться. Вот она грань. Я хочу наслаждаться своей природой. Но если я природу занимаю в служении, потом Кришне скажу, займи ее в служении. Твоя природа все равно заставит тебя сражайся. Но сражайся для меня. Кришне говорит. Все, вот в этот момент ложное эго, оно занято в служении. Потому что Аржуна кто? Не Кшатрий. А кто Аржуна? Аржуна вечный спутник Кришны. И в духовном уберем вообще имеет не мужскую природу даже Аржуна. Пастушка. Необычная причем. Да, вот она природа. А как она проявилась? То есть она уже была, но как он ее просто почувствовал? А он просто занял вот эту природу материальную свою в служении Кришне. И в награду получает вот это понимание, что я душа на самом деле. Но эту природу занимает служением. Называется правильно, ложно обусловиться. Каламбур такой. Временно. Ну, временно. Пока здесь, надо служить. Вот момент. И вот эту грань вы можете почувствовать. Занять ложное эго служение. Его не надо развивать. Оно само разовьется. Оно само разовьется. Что что-то это. Ощемляется. 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 Здравствуйте. С другой стороны. Ну, Ромадас получается не очистился. То есть у него остался вот этот ложный мотив. Даже спустя длительное время, общение с честным предам. я так понимаю, что спутники Госпочитания были чисто и преданные. Его спутники из духовного мира. Как же так получилось, что он даст очиститься? Первое, что нужно понять, что это все равно Гауран Галила. Поэтому даже если кто-то захочет очиститься, он не очистится. Потому что это план Кришны, чтобы ты был в этот момент нечистый. Иначе как мы научимся сейчас? Как мы научимся, если не будет примеров таких прям живых примеров. В этом плане. То есть он в любом случае спутник Госпочитания. Он в любом случае, раз он вошел в Читание Черитамриту, как одна из ключевых фигур какой-то Лилы, представляете? Это в любом случае спутник Госпочитания. Просто он сейчас играет такую неблагородную Лилу. Ему надо сыграть какого-то, неочистившегося. Ну и так далее. В любом случае он очистится. Потому что он получил даршин Госпочитания. Представляете, даршин Госпочитания получить. То есть это просто сейчас как Лила идет. Иначе просто мы тогда не сможем понять. Так же Аржуна. Аржуна, по идее, мог сразу и даже не слушать Бхагавадгиту. Но он понимал, что эта Бхагавадгита сейчас должна состояться, потому что в будущем люди не смогут задать такие вопросы сейчас. Тем более Кришне напрямую. А он за нас просто сейчас раз это служение и выполнил. И до нас до них стоит. Это не значит, что Аржуни там какой-то несовершенный Бхагавад что-то раз немножко что-то затормозил. Прямо перед самой битвой что-то раз и подумал что-то в мае что-то. Нет, но он это играет просто эту Лилу, чтобы до нас она дожила, и мы теперь можем на нее опираться. С другой стороны, это хороший вопрос. Почему же он не очистился сразу же? Желание, это такая штука могущественная, это энергия мощная, ичха, шапти. Вы можете очиститься и тут же сразу же скверниться, если мы сохраняем желание. Желание, у него остается желание все равно. Но желание, это такая, ну, функция, скажем так, она везде активная, и в духовном мире, и в материальном мире. То есть у нее нет выходных, нет отпусков, нет каких-то перерывов. Она всегда работает, эта энергия активная очень. И мы вроде бы очищаемся, вроде бы чисто. После Киртона, например, выходим такие все, нектар вообще такой, после какого-нибудь программы или фестиваля. Все, вроде бы очистились, все, инициацию многие получают, или второе посвящение там, или саньясу получают. Не важно, все, очистились. Только вышел, мая тут как тут. Ну, давай проверим тебя, очищенного. И все, и какого-нибудь, не знаю, да. Слона задом вверх, как Грумм хорошо мне описал. Раз и послал. Ну, да, и все, и что. Вот и вроде бы очистился, даже не заметил, как этот слон. Вроде был слон, нормальный шел, никому не мешал. Шел этот раз, увидим слониху, нормально все. Через какое-то время раз мордой в песок просто, ничего не планировал. Это желание, вот такая энергия. И незаметно, как оно действует просто. Вроде бы ты ничего не желаешь, вроде все хорошо. Мотивы высокие. Жить Прагупаде, спасать там падших. Потом смотришь где-то уже, понятно вообще, даже слово Прагупада выговорить не можешь уже. Такое бывает, да. Желание такая штука. Спасибо. Хари Кришна. Спасибо. Кришна же, Он не нарушает Своего слова в этом плане. Он говорит, всегда желай, что хочешь, я буду исполнять Его твое желание. И так как Он, видать, сохранял это желание, слиться, Невоспочитание, оставляет ему это желание. Пожалуйста. Ваня, типа вот такой вопрос, вот, когда ты, ну, по гордости, когда ты гордишься не тем, что, ну, что ты делаешь, какое свыжение помнишь, а когда начинаешь гордиться тем, что именно ты это делаешь. Ну, то есть не само свыжение, да, или какой-то вид свыжения, а именно вот то, что милость, как бы именно тебе. И в совесть внутри она тебя мучает, что это, ну, до поры до времени все может так продолжаться. Вот. И я хотела спросить, как, ну, что с этим делать, чтобы это чувство, оно проходило? Внимательно воспевать все твои имя, Кришну просить. Кришну просить нужно, чтобы Он что-то с этим сделал. И Он обязательно что-то с этим сделает. Он обязательно как-то погромче начнет говорить изнутри, вы говорите, как совесть внутри человека. Это Он так говорит тихо, Он шепчет. Ш-ш-ш-ш. Что гордишь? Гордишься так, гордишься так. Кришну не мучай меня, совесть и так мучает, и ты не мучай меня, пожалуйста. И сами мы гордимся, продолжаем. Он говорит, я громче скоро буду говорить. Ну, сейчас получишь второе посвящение, я так тебе скажу. Прямо микрофон скажу тебе. То есть, это потому что вы просите Кришну. Кришну сделает что-то с этим. И что Он будет делать? Он будет говорить. Однажды вы устанете слушать этот голос, Кришна, хватит, может быть. Он скажет, нет, ты же сама просила, чтобы я что-то сделал. Я вот что-то делаю, говорю тебе. Не гордись. Ну, постепенно, постепенно так и отучитесь. Это интересный процесс, потому что Он непосредственно с Кришной связан. Не обращайтесь еще к кому-то, чтобы Он вам помог, потому что там помощь другая будет. А эта помощь самая такая, нектарная, она прямо из сердца идет. Шепотом тем более. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. Ну, как здорово. Может продолжать гордиться, так классно говорит. Ну, он поговорит, поговорит. Потом жизнь закончится. Ну, скажет, ну, чего, наговорились. Гордость-то никуда не ушла. Нет, давай обратно. Попробуем, потренируемся еще раз. Ну, не сразу, там, лет 30 пройдет. Потом начнем опять. Поэтому лучше сейчас. Сейчас Он что-то говорит. Слушайте, что Он говорит? Не гордись. Все, гордитесь. Это нам тяжело не гордиться. Подожди, Кришна, как Он гордится? Чем гордится? Почему мы гордимся? Как думаете? Какое-то чувство важное. Нет, потому что считаем себя телом. Я тело по-прежнему. И поэтому кажется, что я что-то делаю. Надо изучить. Изучить, кто я. Пока мы изучим, кто я, не поймем, кто этот я настоящий. Хотя бы теоретически. Мы по-прежнему будем пребывать в этой иллюзии, что мы здесь что-то значим. И тогда этот процесс лечения бесконечный. Надо изучать. А как это я, не тело? Изучите. Откуда голос идет? Кто делает? Вы говорите, я делаю. Я делаю. А ну-ка, как это я делаю? Как я делаю? Ну-ка, научно давайте. Санхи-йога. Научно, как это я делаю? Желание. Желание. А парламент, она через звуны материальной природы санкционирует действие. И полубоги, они запускают механизм действия этого тела, да? Оно делает все, как веревки такие. Мы говорим что-то вот так, челестное. А тут звук какой-то. Так, ну что, это настройка. Настройки какие-то там, полубоги. Раз, что-то настройки эти. Ну-ка, нормально, нормально. Что-то думаете, боже мой, это я что-ли? Нет, это не я. Не доходит, ладно. Посмотрите на стариков. На старых людей посмотрите. Сопли текут, все. Это же я в будущем. Не-не-не-не, я не тело, я не тело. И вот так будете понимать. В какой-то момент вы четко поймете, что это не вы, говорите не вы. Параматма говорит. Если вы настраиваетесь, она прям говорит, подсказывает. А вы как душа наблюдаете. Наблюдаете за этим, ну ничего себе. Но желания мои. Так, я хочу вот этот, вот этот робот, он что-то делает сразу же. И вы когда поймете, что вот это все делается не вами, гордиться нечему. Еще один момент. Вы что-то сделаете, а потом пронаблюдаете, что вы сделали. Потом пронаблюдаете, что делает ваш духовный учитель. А потом пронаблюдаете, что делает Шрила Прагупада до сих пор. А потом на этом фоне, посмотрите, что вы сделали. И так не хочется потом гордиться. После чего вы вообще, в чем мы делаем. Еще одна, это еще одна из сторон. Просто чем гордиться? Да чем? Что мы такое делаем? Нет, с другой стороны, мы очень возвышенные люди. Мы очень много делаем. Да, как паучки. Паучок очень возвышенный, фактор. Да, раму оценил, работу паучка. Но тут приходит на помощь другая сторона. Я не тело. Все, мы опять защищены. Нечем гордиться, потому что величественно ничего мы не сделали. Да. И также, какой смысл мне гордиться, если это не я делаю? Вот, знание. Знание является защитой нашей. И постепенно, постепенно, в какой-то момент мы станем смиреннее, смиреннее, смиреннее. А потом вы реально увидите, что мы ничего здесь не делаем. И гордиться тем более нечем. Потому что неприятно будет гордиться. Сейчас приятно гордиться. Сладость какая-то есть. Потому что сознание пропитано ложным эго, и поэтому сладость это есть гордиться. Но по мере духовной практики, очищения сердца от грязи, от материального скверности, от желаний, мы постепенно, постепенно будем терять вкус этот. И гордиться будет как-то противно. Важно не переставать, а продолжать, продолжать, продолжать работать над собой, над своим характером работать, не сдаваться. В какой-то момент вы почувствуете прям отвращение от этого всего. Важно продолжать. Что делать? Продолжать. Вопрос дальше, вы похожите на. Скажите, пожалуйста, вы сейчас говорили по имени и желания, а как эти желания перенаправить на желания, служив только Гуру, Кришне, Прокупаде? Потому что эти материальные желания, они же копились миллионы лет, они там внутри, я их не знаю, все Кришны все равно исполняют. Это правильно? Что Кришны исполняют желания? Да, которые тогда еще были вот в те жизни. Конечно, правильно. Именно материально, как вот все эти желания перенаправить на желание служения? Сначала пожелайте ее направить, потому что она направляется нашим желаниям. Желание это движущая сила. Попробуйте. Мое желание на служение тебе. Вот, все. А он, ему придется это сделать, потому что он обещал исполнять все желания. Олег, спасибо. Пожалуйста, перенаправь просто их. Но он в сердце скажет, а ты готова к этому? Что он-то перенаправит? Вопрос, будете ли вы это делать? Желать-то это одно. А потом же это же еще воплощать нужно. Кришна, так хочу для тебя завтра встать в полтретьего и вычитать там, не знаю, 32 круга до Мангаларати. Такое желание сильное. Исполни его, пожалуйста. Нет такого желания. Я пример привожу. Вы перенаправляете просто. Это желание. И Кришна что сделает? Он вас разбудит полтретьего. Но пить, как говорится, лошадь вы не заставите, если вы ее к водоему приведете. Да, и похоже, вы также потом что-то пожелаете не вставать. Это желание будет не вставать. И поэтому он его исполнит это желание не вставай. Вот так тонкий этот механизм работает. Поэтому наша задача научиться правильно формулировать желание. потому что они все будут исполняться. Но это исполняет их не Кришна. Параматна. Кришне некуда. Ему нет наших желаний. Там столько желаний в духовном мире у его спутников, у его там он там весь погружен. Он нас даже не видит. Пока мы его не полюбим. И чтобы полюбить Кришну по-настоящему сначала нужно Параматну полюбить. Она каждый день говорит нам как ее любить. А мы говорим ей знаешь, Параматна отдыхай. Мне Кришна нужен. Я Кришну хочу любить. А ты свое дело выполняй давай. Высполняем мы желания здесь мирские. то надо, это надо, вот, 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 вот. Нет, пока мы Параматну не полюбим, нам про Кришну можно будет забыть. А как значит полюбить Параматну? Дхарма. Выполняем Дхарму. Выполняем свои обязанности. Становимся честными по отношению к себе в первую очередь. Честными становимся. Выполняем то, что нужно. Параматна будет счастлива. Если Параматна будет счастлива, он нас создаст такой спектакль вокруг нашей судьбы, что мы увидим Кришну и полюбим его. Надо слушать голосовести. Параматна это тоже Кришна. То есть этот момент Кришна. Вот этот момент нужно узреть. Наше желание исполняет Параматна. Наше желание должно быть направлено на то, чтобы мы полюбили Кришну. И вот это Параматне нравится. Тогда она создает все таким образом, чтобы у нас хватило разума делать то, что она нам предлагает. Параматна. Нам предлагает всегда Параматна что-то делать. По судьбе, по карме, как вы сказали. Есть желание, она как раз по очереди воплощает. Вот это сейчас будешь делать. Вы думаете, зачем мне это надо? Я вроде не хочу. Нет, нет, ты когда-то хотел. Поэтому сейчас она побуждение даст внутри. Ну-ка захоти это теперь. Наслаждайся теперь этим. Вот пока мы не наедимся, уже, знаете, до соплей в этом материальном мире. Кришне нам не видать, как своих ушей. Любую, да. Любую ситуацию принимая с благодарностью. Параматне, потому что она это все организовывает, чтобы нас чему-то научить. но она нас обычно будет только одному учить. Полюбить Кришну. Поэтому мы должны любить Параматну. Еще сегодня вопрос был к матушке. Полюбить себя. Да, такого просьба, помните? Ну, матушка все там рассказала. Все, что нужно, да, рассказала. Может быть, кто-то не заметил в ее настроении, в ее послании, что такое полюбить себя. полюбить себя, это также очень серьезно отнестись к своей жизни и правильно распорядиться. Правильно распорядиться своей жизни, это называется полюбить себя. Я правильно использую это тело. Это значит, я люблю себя. Не тело люблю. Я себя как душу люблю. Я попал в человеческое тело. Не важно, мужское, женское, не важно. Теперь я должен занять это тело по назначению. Это тело не предназначено для чувственных наслаждений. Это тело предназначено для самосознания. Если я занимаю это тело только в самосознании, это значит, я люблю себя. Это значит, я делаю так, чтобы я потом больше не родился. Это значит, я люблю себя. Если я себя не люблю, то я веду себя как попало. Наслаждаюсь в этом мире, как хочу, и потом в следующую жизнь рождаю животное. Вот это называется я себя не люблю. Вгоняю себя в какие-то рамки этих тел. Как душу. И страдаю в этом мире. Вот это называется не люблю себя. Но если люблю, я как раз веду очень строгий образ жизни. Занимаюсь самосознанием, занимаюсь бхакти-йогой, служу всем искорыстно, о себе не думаю. Вот это называется полюбить себя. Как душу. Накаш Мачан. Мария Кришна, пробую такой вопрос. У нас в характере бывают какие-то качества очень благоприятные склонности и может даже астрологические как-то условия так стоят. Это приговор или мы все-таки должны стремиться их изменять? Это приговор. С одной стороны это приговор характер. есть от нам вот но наше хорошее поведение может отменить приговор. Знаете об этом? Наше хорошее поведение даже если уже приговор приведен в исполнение если мы ведем себя правильно исправляемся это же исправительное учреждение правильно так же называется если мы вкладываемся в исправление смягчается приговор все тогда этот закон кармы он не давит на нас не действует что мы поменялись даже он улучшения дает какие-то какие-то бонусы даже идут да кто-то раньше времени уходит из этого мира в духовный мир хотя был последний негодяем какой-нибудь там кто это охотник как его звали кто кришне в пятку попал он был просто представьте охотником мисоед шабар я просто взял кришне в пятку стрельнул потом подошел увидел что это кришна лежит в экстазе улыбается кто кришна просил я тут тебе в пятку попал нечаянно да нормально не печалься в духовный мир пойдешь а что он сделал такого а он подыграл в кришнали просто подыгрыш этого захотел он говорит не печалься сейчас здесь отстреляешься потом на райские планеты он куда-то попадает и в конце в любом случае он вошел в кришнали здесь то же самое если мы меняемся то есть мы хотим исправиться то планета начинает тоже смягчаться потому что они находятся в руках господа планеты не думают что они такие самостоятельные они также находятся под управлением старших кого-то да и тоже могут смягчить поменяется также у нас внутри концепции разных желаний они уйдут куда-то из-за ненадобности они уйдут какие-то желания но если мы не меняемся они усиливаются этот приговор усиливается удивительно Кришна так устраивает он в этом мире в эту систему исправления наказания он и проявил здесь а она как если этот мир как тюрьма мы же знаем дурга крепость эта тюрьма ничем не отличается от законов от этих то же самое попадают какие-то условия если меняемся пожалуйста срок заканчивается быстро отпускают нас да люди думают вот этот умер что-то несправедливо несправедливо отмучился и он какие-то предные раньше времени в духовный мир уходят не ждут пока состарятся потому что все закончили все что в прошлой жизни на этом остановились не могли сдать экзамен привязаны были в этой жизни только сдали экзамен что здесь делали нашел охотника охотника звали Джара и когда охотник понял что он в господа выстрелил он стал молить Кришну о наказании но Господь сказал что все произошло соответственно и провел СМП в Новый Гук настрелялся но стрелял с вами в гудку попал Джара да Джара у меня в связи с этим вопрос как вот этим процессом обретения квалификации то или иной как им не увлечься то есть то есть как понять когда пора действовать ну не знаю не на время но обычно если дается образование какой-то специализации обычно в короткий срок уже дается сразу практика чуть-чуть научили сразу практику дают это даже в этих учебных заведениях мирских мы получаем теорию теорию потом раз сразу практику дают поэтому если вы уже получили опыт практически вы чувствуете что уже разбираетесь все нормально ваши наставники кто вас учил наблюдают за вами если у вас все хорошо проходит ну какой смысл дальше учиться заигрывать с этим образованием теперь действует вы сами это почувствуете то есть будьте под руководством если чему-то учитесь обязательно должен быть учитель который следит за вашим образованием и который дает практически какие-то сразу же вещи сам самостоятельно учиться это очень опасно очень опасно когда человек самостоятельно учится он думает что надо еще учиться и ничего не делает просто учится 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 а время-то идет потом так научился потом думает все теперь надо других учить сам ничего не буду делать надо теперь других учить начинает учить а чем он может научить если он сам ничего не делал только гордости что я много знаю поэтому здесь защита только от учителя кто учит вас какой-то науки и прям сначала спросите вы мне сейчас будете учить да а в какой момент будет практика по практике не будет просто будем учиться без практики не нужна практика вот образование получите все уходить оттуда не учитесь у этого учителя учителя должны дать практическую также площадку можете научиться теорию пройти но обязательно подумайте на практических вещах когда вы будете воплощать это в практике это важно очень тогда вы не заиграетесь образование практика должна увлечь нас она должна связана опять же с предным служением кришне например санкертанчики как книги распространяем они очень глубокий опыт получает бхакти йоги непосредственно там на улице не проходя никакие теоретические образовательные системы они просто читают книги правопады вот их образование и тут же идут воплощают на практике прочитанное но только прочитаете тоже на практике один раз я ехал в маршрутке читал правопады ламриту лет 10 назад они еще такие черные книги были тонкие они даже не так назывались они назывались просто правопады так назывался я ехал читал и там написано было когда правопада приехал на запад он там встречался сейчас начало хиппи людей там длинных плащах ваших шляпах с большими полями такими то есть он там описывается тогда мода такая была я вот это прочитал и так представил себе таких людей думаю ничего себе вот время было какое и раз смотрю моя остановка я маршрутчику говорю остановите здесь пожалуйста он останавливает я выхожу вот дверь открываю так и перед мной стоит человек с длинными в длинном плаще шляпа вот тут как я представил вот я так это увидел просто один в один ничего себе и вот это настроение правопада как он там с ними этот я тут же его вывалил на этого человека то есть вот эту теорию я сразу взял их практику возвел я бы знать это вот прям про вас книжка возьмите пожалуйста это вам книжка это прям про вас потому что здесь прямо написано про вас где-то например я прям открыл прочитал вы читаете он просто точно уберу давай взял книгу просто взял дал пожертвование просто и вы сразу же практически получаете вот этот опыт знания то есть прочитали тут же пожалуйста проявилось долго нет смысла что-то изучать тем более у нас нет броманического склада ума мы там просто на изучаем изучаем задымимся потом а делать ничего не будем подумаем похоже еще и здесь есть это делать вообще задымимся нет нужно понять какой уровень мой какие образовала какое образование должен получить у наставника кто заберет за меня ответственность у него спросить что мне пройти тот а тот а бахти программ там куча не пускал бахти шастры там и все хватит пока вот это пока пройдет просто теперь в практику это получил и в практику сразу как доверено учиться доверять кришне что делать перед страхом и дальше не услышали что делать со знаете все должно быть дозировано нашей жизни и своевременно и за этим тоже следят старшие они наблюдают за этим чтобы нам не дать больше чем нужно материальный мир бояться это хорошо потому что если мы не боимся материального мира мы здесь надолго зависим просто но когда мы его боимся мы однозначно от него какой-то момент просто оторвемся потому что мы не хотим иметь дело с теми и с чем-то чего мы боимся или кого мы боимся это это у нас будет желание такое то же самое ичхо-шакти вот это желание я не хочу просто в этот мир что я его боюсь правопада говорю я боюсь май вы не боитесь вот это нормально то есть как доверять кришне общайтесь больше с ваше на вами с теми кто уже доверяет кришне у кого есть опыт то есть они передадут этот вкус ну самый лучший предан с кем можно общаться на эту тему это шива правопада мы читаем его книги и все у нас вера усиливается 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 и постепенно постепенно вы прям почувствуете что вы вызреваете уже зрелыми становитесь майя будет посылать все равно какие-то сюжеты где будет вас проверять на эту веру будет проверять обязательно для чего она это будет делать чтобы усилить веру ну что она как гуру действует как учитель проверять доверяешь конечно не доверяешь 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 доверяя жди тогда жди испытаний кришна такая вера слабая в тебя так охота и усилить не проблему сейчас провели недостатка нет ждите тогда проверить конечно сейчас относительно недостатка даже здесь провели надо микрофон наверное взять потому что не слышно седьмой баггиты седьмой восьмой песни все нормально там записывается про то как хираник шпу ненавидел до бога и шоу панцы от литая пропишет о том что в принципе те демоны которые так искренне ненавидели кришну они все время они думали все время памятные да пусть даже таким образом и все равно не получили это освобождение они вернулись от бога там не сказано вроде если я ничего не прикутал что они куда-то на другие на другие планеты попали они попали кришну это почему наше движение оно убирает путь бхакти почему мы убираем путь ненависти например это же намного проще чтобы полюбить кришну ну посмотрите кто ненавидит кришну если так по пальцам можно пересчитать имеется ввиду тех о ком вы говорите ну давайте пересчитаем кто ненавидел кришну равана ну равана кто там еще хираника шипу это одна и та же личность камса шишу пала но теперь отмотайте немножко динамику времени кто это были что это за личности такие это личность из духовного мира то есть это еще нужно умудриться то родиться таким чтобы ненавидеть кришну то есть они настолько были поглощены то есть у них хватало времени ненавидеть кришну это что значит это значит во всех остальных сферах они успешны были посмотрите хираника шипу всю вселенную завоевал мне вообще проблем не было у меня единственная была проблема это кришна ну все дела свои сделал всю дхарму восстановил свою демоничную все нормально все живы все сыты все нормально у всех все нормально все ну чё делаете скучно ну давай вишну поненавижу и он могущественный он умеет такую возможность думать о нем шишу пала тоже еще фрукт тот это не просто там с улицы какой-то следствия вышел дикарий думать сейчас я ненавидит посмотрите шу палач он творил его боялись все почти что он такой могущественный был у него не было проблем вообще ни с кем ни с чем только с вишну ну с кришной в этом случае равана что равана сделал то же самое то есть это только такие возвышенные личности могут взять и восстать против кришны ну-ка давайте мы сейчас попробуем проэкспериментируем мы только подумаем кришна негодяй да мы тут же вот сейчас за дверь выйдем там чем быть на голову нам упадет просто не подумал не я лучше не буду его ненавидеть лучше любить ой кришна спасибо тебе за этот кирпич на голову хорошо что он не на голову на плечо упал джаи кришна богам джаи ари кришна ари кришна потому что мы не мы нихера не каши пу который все нормально который может кирпичи убирать вообще в воздухе еще там это не наш путь ненавидеть кришну потому что у нас нет такого ресурса кришна нас не уполномочил его ненавидеть а их уполномочил он гордите не беспокойтесь я позабочусь о вас у вас будет все классно там не беспокойтесь вы будете жить лучше всех вас никаких проблем не будет вы можете нарушать карму тхарму все законы вы можете нарушать и из-за этого еще попадете в духовный мир свадьи кришна какой милости вы для них это его спутники а они обижены такие ну как немножко таким боже мой о чем мы сделали не пустили этих кумаров так они не должны были сюда идти же вообще чего они имперсоналисты как мы могли пустить но теперь как бы вы не переживайте это мой план это на самом деле проклятие сейчас воплощается потому что когда-то лакшми не пустили в мои покои и поэтому на вас прокляло и вот теперь они такие думают так а чему лакшми то не пустили ты же сам вам сказал не пускать ее мы то здесь при чем он говорит вот 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 поэтому я и говорю идите материальными и не переживайте нарушайте что хотите что хотите там творите все вселенную называете мудрецов убиваете если хотите бравочарев там тоже убиваете что хотите творите вообще а потом еще в духовный мир придете можете меня ненавидеть там вообще на чем свет стоял критикуете меня что хотите делаете а ну все так нормально мы пошли и пошли но у нас нет таких полномочий кришна нам не дал такую возможность поэтому это не наш путь ненавидеть кришну у нас нет таких возможностей хотя люди кто-то ненавидит кришну но не факт что не в духовный мир попадут они еще по реакции получат какие-то сначала потом сто раз пожалеет что они ненавидели криш потом его полюбят потом ставят бактами потом чистыми бактами потом попадут в духовный мир а потом кришна скажет ну что готовы теперь меня ненавидеть как скажешь кришну если тебе интересно там давай можем тебя поненавидеть ну вот как то так то всегда нужно обладать могуществом ненавидеть кришну это сложнее на самом деле чем полюбить хотя полюбить тоже непросто как мой один знакомый хороший говорит после таких рассуждений всяких вот таких такого формата запутанного он так сидит долго думает думает потом говорит ну и мирок придумали боги ну и мирок придумали боги но он не вайшнаф имеется ввиду что он шире поклоняется но когда он любит эти темы бактапе мирной мирок придумал так запутали все ну и клоунаду здесь устроили как отсюда выбраться непонятно очень такое обозленный весел я им должен вернуть еще кришну ненавидишь не не я этого не говорил он знает потому что что зачем не все нормально конечно как-то люблю но на расстоянии чересчур он просто как только джанмаштами какой-нибудь или там еще какая-нибудь ну в общем там аскеза такая он их соблюдает он соблюдает это все хотя не поклоняется кришне он шире поклоняется ну праздники эти вайшнафские некоторые он соблюдает например и каждый что он соблюдает и соблюдает вот джанмаштами какой-нибудь там несут из целых сутки надо поститься например и он постится поститься а потом нас через несколько денег слушать такая суровая скеза больше не буду никогда поститься потому что так 40 кришна такой жестокий такой он вообще весь просто не никогда он очень-то очень возвышенный я мне вот что-то попроще нам потому что как только начинаешь поклоняться кришне тут же проблемы приходят тут же проблемы приходят сразу же не хочу поклоняться ему ну так мысль человек но думаю это кришне все равно хоть так но только не ненавидите неизмеримое благо родители получают неизмеримое благо если ребенок начинает практиковать такой ответ может его внутри уме разобрать по полочкам какое благо получат родители они вернутся в духовный мир однажды вот это называется неизмеримое благо они получат если это бакта преданный ребенок практикует они получат неизмеримое благо но это только вопрос времени во времени может растянуто быть но неизмеримое благо получится однозначно и те и другие такова милость господа читание сейчас он на всех милостей нужно просто подождать возможно кому-то еще переродиться придется потом родиться в семье преданных потом практиковать потом про нам мантру потом посещение первое но второе боже потом посостариться же надо еще успеть кришну вспомнить то нет это все быстро а вот сегодня махараш сказал о том что существует пятое сословие да он говорил что это такие недаршатые чиновники секретарей ну это же тоже в писаниях не только бога гид описания это же тоже писание читали череда англика тоже писание сокровенное писание это спирит аспирантура считается в первом классе например не дают алгебру пятого класса здесь то же самое ну как вариант надо рассмотреть это то что там не указывается это кришна не открывает некоторые вещи то она может быть это и надо знать даже нам бы с этим разобраться здесь понять чем здесь вообще чем я сделаю а а а а а а а вот часто в лекциях махараш говорит что мы должны делать ну насколько сколько на шуме позволяет еще чуть-чуть вы можете как-то это описать практически что-то шестнадцать кругов повторяете нормально повторяете ну имеется без каких-то дополнительных усилий же просто шестнадцать нормально же вот теперь семнадцатый круг еще вы прям почувствуете что это такое то есть чуть-чуть еще и вот так в любой деятельности в любой деятельности потом сейчас кришну кришне приготовлю какие-нибудь буфи ну к примеру все готовлю буфи а сам медитирую еще на что-нибудь не не только буфи у меня нету времени больше да и больше ни других другого ничего нету ну еще чуть-чуть что-нибудь вот и подумать а что может еще чуть-чуть и это сделать еще чуть-чуть это надо прям сделать так будет не хотеться немножко делать но для кришны вот это кришна заметит шестнадцать кругов кришна не заметит что он уже привык к этим шестнадцати невнимательным но семнадцатый заметит усилия потому что усилия приложили он чуть-чуть что-то больше для него сделать он заметит это и так в любой деятельности ну да преды например тилы кустая только на лоб и так свыкаются уже с годами с годами только на лоб ну редких случаев когда там кто-то рядом еще наблюдает с нами там ну ладно поставлю а так просто просто и все уже так даже без всяких там тулась и прям от носа ведут сразу и все 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 а теперь декришна давай по всем пробежимся ой так не а ну ка давай декришна и кстаз почувствуйте вкус почувствуйте просто так не охота отходя одевайте его вообще А ну-ка, дай Кришне. И раз, одели ее, экстаз. Вот этот вкус надо получить. Чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. Кришне, такой вопрос. Вот некоторые, которые знакомы прибыли, стали лидерами, да? Ну, то есть, отклонились, как бы, и очень печально, когда я отреагировала, зачем такие были индустичные, и много служения сделали. Хочется спросить, вот как, зачем это происходит, и как с ними взаимодействовать, и как самодерно стать? Спасибо. Первый вопрос, как это происходит? Это происходит из-за того, что преданные не получают должного общения, хорошего, должного общения. Если вы посмотрите, кто в основном скатывается на эту платформу? А, какие-то сильные личности. А они потом уже других начинают там, кого-то там шахтить, и потом уже другие так, да, но если понаблюдать, это какие-то сильные личности. Это значит, что они не нашли, ну, применения своей жизни в обществе вайшнамов. Их просто не заметили, не вовлекли. И они сами не прилагали усилия взять за что-то ответственность, потому что сильная личность, она будет развиваться только тогда, когда возьмет ответственность за что-то, за какое-то служение, административную ответственность особенно. Все тогда они будут защищены, потому что будут в санге. В санге вайшнам. Санга защищает. Санга друзей. Обычно это друзья, или доброжелатель, или равный. Обычно. И когда такого общения нету, то человеку нужно утверждение все равно какое-то. И похоже, здесь я не найду этого утверждения. Такой человек начинает как будто бы искать какие-то недостатки, потому что его не вовлекли. Его не вовлекли. Возможно, он не против, но никто просто не подтянул его в это время, не распознал, что здесь реально заложена какая-то, ну, сила, которая может помочь в миссии так же. Но его просто не увидели, и он сам как-то не захотел. И он начинает искать недостатки в служениях, в этих. То есть эта энергия начинает действовать, ну, теперь уже не во благо. А майя, она тут как тут. Чего ты хочешь? Несовершенство найти. Так вот уже есть социальное. Сам продает даже. Который ищет постоянные недостатки. И причем так все разумно, так все убедительно. Никто не подобраться даже. Это и те, кто отошел, они думают, что это их заслуги. Это все видеть. То есть это их уровень такого, они такие, знаете, как сканеры, они считают, что мы так все видим. Это наш опыт, это наша квалификация, это наши плоды, наши действия, что мы наконец-то это увидели. Представляете, какая иллюзия? А это майя все им делает. Еще ложная эго, так как оно огромное, с помощью ложного эго, еще есть представление, что это я вижу. Майя улыбается, думает, ну, вообще, что ты там видишь вообще? Что ты можешь видеть? Чем-то? Это вот с этой оперы. Что ты можешь видеть? Ты видишь только желаемое. Начни желать видеть нектар, и нектар Майя покажет. А если не нектар хочешь видеть, а хочешь видеть то, что муха постоянно видит, так, пожалуйста, мы тебе такой сценарий нарисуем. Так Майя действует. Она удовлетворяет желание. Все. Теперь, что делать теперь с этими, да? Второй вопрос. Как общаться, что делать, просто как вести себя. А если это ваши друзья, если вам, как бы, не все равно их падение такое, да? Их отклонение, скажем так. Общайтесь только не на философские темы никакие. Общайтесь как друзья. Если вы друзья, например. Никогда не нужно слушать их объяснение. Потому что это яд. Которое проникнет в наше сознание. И там начнет свое дело. Особенно никогда не нужно впечатляться их очень глубоким пониманием философии. Никогда не нужно впечатляться. Впечатление как раз и порождает, как бы, там, платформу или, знаете, как соты есть. Соты есть. Ну, вот у пчел. И соты пустые, они их наполняют будут медом. У нас есть соты незаполненные. И когда мы сильно впечатляемся чем-то, эти соты сразу же наполняются нашим сознанием. Хорошо, если мы впечатляемся какими-то глупостями, которые, ну, легко можно там отмыть. Но когда мы впечатляемся какими-то очень глубоко философскими там размышлениями какого-нибудь человека, который отклонился. Это не обязательно, может быть, Ритвик. Может быть, Майвада какая-нибудь, персонализм какой-нибудь или еще что-нибудь там. И вот этим особенно не нужно впечатляться. Потому что этот яд проникает внутрь, он сразу не проявится. Он будет ждать там. Он будет ждать, ждать, ждать. Он будет ждать того момента, когда будет прецедент. Если вас кто-то обидит, как будто бы. Если вас кто-то не поймет. Или, например, вы уже устали от этой всей свистопляски под именем Садана Бабхти. Что постоянно нужно что-то делать не до себя. Вот это все. И вы устали. И вы думаете, как же мы с этим разобраться. И она тут как тут. Эта сода открывается. И мы думаем, о, Прагубада здесь не это говорил. Прагубада вот так говорил. И вы даже не поймете, откуда это лезет. И вам будет казаться, из-за ханкара будет казаться, что это ваше размышление. И что они очень убедительные. И они очень правильные. Потому что мы сами этого хотим. Мы хотим найти какое-то облегчение. И я говорю, пожалуйста, вот тебе это облегчение. Сразу такое облегчение будет. Оно такое сильное, это облегчение. Оно такой вкус дает. Что неохота возвращаться туда опять. В иском. Потому что так классно эту свободу почувствовать. После этих всех ограничений. Тут свобода такая. Такой нектар. И он такой сильный. Что так неохота возвращаться. И поэтому и находится масса аргументов. Чтобы удержать себя в этой зоне безответственности. Такую сладость дает безответственность. Одному бахти дали шафран. Одели шафран. На моих глазах это было. И он проносил этот шафран. Ну дай бог вспомнить. Не знаю лет. Пять или шесть что-то. И потом он снял этот шафран. И когда он снял этот шафран. Он открыл мне сердце. Подошло и сказал. Слушай. Такой экстаз сейчас чувствую. Знаешь, говорит как. Знаешь, как. Как будто с тебя сняли. Как нужно. Что-то типа. Кольчуги этой железной. Вот сняли ты. Вау. Так классно. Вообще без шафрана. Я так люблю белый цвет. Он сказал. Я не критикую этого предного. Потому что это реально так. Он просто открыл это сердце. Так здорово. Слушай. Без вот этих ограничений. Уже все. Ты как-то нормально. Все уже можешь. Там поспать долго. Уже можно. Там уже можно. Ну много чего. Можно теперь. Ну я бы. Нормально. То есть закончился, да? Да. То есть вот мы просто общаемся. Мы молимся за этих преданных. Мы не критикуем их. Что они пали там. Или отклонились. Нет, нет. Мы продолжаем их любить. И мы верим, что этот период временный. Он пройдет когда-нибудь. Мы даем возможность этим преданным все равно где-то общаться с вайшнавами. Но только не проповедовать. Если вы чувствуете, что только они начинают проповедовать, тут же нужно либо затыкать, лучше либо уходить, либо как-то вот. Но только не слушать их. Им нельзя давать проповедовать. Но и выгонять их нельзя. Если они только-только, только-только оступились. То есть им нужно дать тепло, дать защиту, дать заботу. Чтобы они почувствовали, что мы по-прежнему те же самые доброжелатели. Философия это одно. Жизнь это другое. Каждый может уступиться. Мы даем возможность людям вернуться. И еще не просто. Что значит даем возможность? Мы создаем условия, чтобы они вернулись. Как? Мы по-прежнему общаемся с ними. Но только не философские темы обсуждаем. Есть просто обыкновенные человеческие отношения. То есть в дебаты не вступать и не переубеждать? Все правильно. Все правильно. Нет, нет. Не вступаемость. У вас силы нет у этой внутри. И вы чувствуете, они вас не хотят слушать. И у них своя концепция. Останавливайтесь и все. Потому что это бесполезно будет. Только потеряете силы и время потеряете. Ни в коем случае не вступайте в диалоги. Можно только запутаться. Это хорошо, если мы просто запутаемся. Это хорошо еще. Опасности мы примем их в философию. И посчитаем, что она верная. Единственное верное. Спасибо большое. Спасибо. У меня такой вопрос. Полтора года. Счастливилось по милости старших предмах вести Бхатьеву Ипшу в городе, где нет как бы у нас нентированных предмах. И оказаться здесь тоже большая милость очень. Ну вот я слушаю и слушаю на лекциях. Мне все это нравится. Но я просто не знаю, как сейчас домой прийти и применить все на практике. Как бы то служение, то атмосферу, которая здесь. К нам на Бхатьеву Ипшу ходит. То есть там православные, которые даже не собираются читать маме. Ну им просто нравится атмосфера, которая на Бхатьеву Ипшу. Есть мусульмане, которые тоже приходят. И ну то есть они просто приходят и им нравится. Они не поют, не повторяют джапу, даже не собираются. Но не приходится там. Также есть много напад как бы со стороны родителей преданных. Они все в тайне ходят к нам как бы на Бхатьеву Ипшу. И вот. И у нас у самих тоже как бы пока саддам только 16 сквов и шримад бхагавов. Мы стараемся читать. И наверное есть просто вера духовного учителя. Читань Чандра Чаранхабу и его преданных. И вот вчера сам, честно, первый раз в жизни на Мангаларате присутствовал. И вот у меня внутри как бы борьба возникает, что здесь, ну, вижу большую разницу. И все равно хочется словить Гуру как бы. Вот. Ну, как быть, как бы не взять на себя много и в то же время не быть вечно начинающим, а реально прогрессировать, стараться. И ну что-то делать для Гуру тоже. Вы ведете Бхатьеву Ипшу? Да, Бхатьеву Ипшу. Вы уже делаете что-то. Вы уже многое делаете. Важно заручиться поддержкой друзей и старших, которые будут наблюдать за вами, помогать, вдохновлять вас. Просто есть, да, только по министи их, как-то что-то получается. Тогда нету проблем. Проблем нету. Проблема только ускорится быстрее. И это хорошая проблема. Это нормальный вот этот, ну, мотив. Быстрее надо будет. Да, мы к Кришне так и должны стремиться, быстрее. Ну, пусть кто-то вас останавливает иногда. Ну, вот эту прыть. Так, быстро охота просто предаться. Ну, этот процесс, знаете, как правопад говорит, он очень быстрый. Можно за одно мгновение стать преданным. Предать. Только теперь начинать жить. Важно прописывайте свой день. Прописывайте неделю, прописывайте месяц. Прописывайте четверть года, полгода, год. Пропишите. Просто пропишите. И так медитация должна быть, ну, отстраненная. Для ума, что все вот такие шаги. Но не заглядывайте далеко в будущее. Иначе будет туда тянуть быстро. Нет, пропишите просто. Ну, важно прописывать день и два. День и два. А Прагхупада говорит, если вы хотите в будущее спланировать, не больше двух дней. Живите настоящим, он говорит. Не живите там, прям куда-то. Прагхупада, мужчины говорят, Прагхупада, а вот там что-то третья мировая война, там ядерный бомб. Как это все, как мы проповедовать будем? Я говорю, а-а-а, что делать Прагхупада? Прагхупада говорит, да ничего не делайте. Не думайте о будущем. Это иллюзия все. Думайте вот на два дня вперед максимум. Ну, вот как бы вы хотели прожить два дня? Учитывая, что через два дня вы умрете. Вот как проживете два дня? Чувствуете как-то так? Подождите. Я не планирую. Спасибо вам, маленький проживый, что ты был как пример, прям на эти проживые. Ну, посмотрите, как серьезно поменяется ваш день, завтрашний, если вы так начнете думать. Вы однозначно рано встанете. Вы однозначно вычитаете все шестнадцать кругов. Вы однозначно почитаете. Мини-прагхупада какое-то время. Причем жалоба будет очень внимательно у вас. Надо. Мангалара тебе пропоете обязательно. Прям вникните. Прям вкус почувствуйте в то, что вы поете. Самсара-дава. Два дня. Два дня Самсара-дава. Траная корня. Больше не пойду к Вальмике. Так внимательно пою, Саш, жить не охота. А надо внимать, что мы поем. Потому что мы что хотим от жизни? Мы хотим наше сознание материальное поднять на духовную платформу. Мы хотим наше желание материальное возвести в духовный ранг. Мы этого хотим. Мы хотим трансформации. А для этого нужно быть очень серьезным. Иначе это будет обман. Мы хотим достичь высокую цель. Но план наш, стратегия, такая жидкая вообще и непонятная. И мы верим в них, что мы из этой стратегии добьемся этой цели. Такой обман. Так себя обманываем иногда. Я к Кришне так хочу. Ну-ка, а что ты там сделал, чтобы до него дойти? Ну, 16 кругов только. Только 16 и все. Больше не буду ничего делать. Ну ладно, один принцип. Ну два. Ну вам, два. Так куда же ты тогда дойдешь туда? Тогда, ну, будь честен тогда. Не ставь эту цель возвышенной. Ставь простую тогда цель. Иди к ней спокойно. И все. Не надо прям спешить. Ну куда спеши? Мы вечной души. Можно не спешить. Чувствуйте тоже как-то неепонашно. Ничего заплатят. О чем он говорит опять. Поэтому нужны кураторы. Нужны поводыри. Адекватные, зрелые, трезвые вайшнавы. Которым вы можете довериться. Которые выработают для вас эту стратегию. С вами же ее утвердят. Вам же помогут. И силы вам дадут и вдохновение. И идите спокойно. Не торопитесь. Поспешайте, как говорится, медленно. И все. И ум успокоится. Важно успокоить ум. Потому что эти все гонки, скачки, они в уме. Откуда у ума такие скачки? Скажите, пожалуйста. От неудовлетворенности. Если ум неудовлетворен, он будет скакать. Туда, сюда, туда. Потому что он от этого испытывает удовлетворение. От этой динамики. Туда, ну туда. И он в экстазе. Потому что это его природа такая. Но когда ум удовлетворен. Спокоен. Тогда этих гонок нету никаких. Все нормально. Все идет своим чудом. Выполняем свое служение. Качественно. Потому что если мы торопимся, мы будем некачественно выполнять служение. А мы не торопимся. Садимся 16 кругов повторять. Мы не торопимся. Спокойно. Есть 2 часа у нас. Пожалуйста. Спокойно читаем. И внимательность появится. Но если мы читаем. Ну давай быстрее, быстрее, быстрее. Ну что это, просто издевательство над умом. И он говорит, и умом все это делает. И он так же говорит, ум, я тебе устрою потом. Я тебе так устрою. И он устроит. Надо подружиться с умом. Успокоить ум. Успокойся. Все нормально. Не торопись. Что тебе? Что ты хочешь? Спросить ума, что он хочет? Что мы же его не спрашиваем, что-то делаем. Он говорит, а что ты меня не спрашиваешь? Мы говорят, а ты вообще в мае успокойся там. Нет, надо спросить, ты что хочешь вообще, ум? Он ответит вам. Ну пожалуйста. Вразумите его. Что я тебе это сделаю? Ну не сразу давай. Либо сразу скажите ему, я тебе это не сделаю, поэтому успокойся. Все равно это не получишь. И он поймет, если вы серьезны, если разум сильный, ум сдастся. Он скажет, ладно, я успокоился, я все равно не получу это. Какой смысл об этом думать? И он успокоится, если разум сильный. Не надо делать разум сильным просто, и все. Тогда ум становится в подчинении. Ей уму нравится быть подчиненным, подобно тому, как женщине нравится быть в подчинении мужа, ну мужчины. Ей нравится быть, если это настоящая женщина, ведическая, скажем так. Ей нравится быть смиренной, спокойной. Потому что она знает, что она цель достигнет так. Ее цель волнует. Ее не волнует процесс. Ее волнует цель. Так же ум. Вы уму скажите, слушай, ты такой нектар потом получишь, успокойся. Он скажет, я не верю тебе. Потому что я уже миллиарды жизней с тобой здесь кувыркаюсь, и все, не могу вырваться никуда. Ты мне все обещаешь, что там что-то будет. Ничего, я не верю тебе. Убеди меня. Для этого нужен сильный разум, могущественный разум, духовный разум. Все, и тогда ум успокаивается. Ну это экстаз, когда ум успокаивается. Это так нектарно просто. Поэтому вырабатываем четкую стратегию. Как мы действуем? Чтобы у ума была сетка прозрачная, что он видит, что вот такие шаги мы будем делать. И он успокоится. Да? Прекрасно. Вот я живу в Башуме, и всегда большая проблема купить ахинсо-молочные продукты. И вот как вот жить со сознанием, что мы покупаем продукцию на самолочные продукты? Как вот с этим вот? Мясо молочное? Мясо молочное? Мясо молочное? Ну я понял, да. Я имею в виду, что молочная продукция, а мы магазинная. То есть вопрос, как? Как с этим жить? Вот как себя, не знаю, веганом я тоже пока не планирую стать. Вот как? Кришне предлагайте просто и все. Просто предлагайте Кришне. Не предлагайте себе. То есть не для себя. Для себя всплывет эта философия. Ахинсо и вот это все вот такое. Думаю, боже мой, умереть проще, чем вот этим всем заниматься. Что кругом одно насилие. С ума можно сойти. Реально. В магазин только заходите, там просто ужас такой. Бежать оттуда охота. Но для Кришны. Хотя будет казаться, ну что это за отговорка опять для Кришны сейчас. Все равно для себя же будете прикрываться для Кришны. Нет, Кришну не обманем. Один раз ученики пришли к Прабхупаде и сказали, Прабхупада, вы тут говорите молоко надо там. Вот у нас все молоко в Америке, оно все разбавлено рыбим жиром. И как нам еще это все? Прабхупад говорит, Кришне предлагайте просто. Это Кришна примет все. Если это с любовью и преданностью. Он нас научит. Наша задача другая теперь. Организуйте такую инфраструктуру вокруг себя, вокруг своей жизни, где вы будете получать молоко Ахимсы. И не думайте, что это невозможно. Было бы поставлено цель, сильное желание. Желание. И Кришна создаст эти условия. Потому что настоящее молоко, оно очень дорого стоит. Мы не говорим про деньги сейчас. Это очень дорогая вещь, потому что это реально Амрита. Скажите, сколько стоит Амрита? Давайте сначала поймем. Вдумаемся, что такое Амрита. Нектар бессмертия, представляете? Теперь давайте, а сколько стоит этот нектар? Представляете, сколько он стоит? И молоко, это Амрита. От коров, которых не убьют, которые счастливые. Это реально Амрита. Вы пьете, просто сознание Кришны сразу, раз, и вы думаете, о, ничего себе. Просто молоко вот такое. А коров, которая с любовью его дает просто. И вот это Амрита, она не дешевая вещь. И когда преданные, я помню, начали это молоко распространять, хотя это не цель была распространять молоко. Ну, скажем, не главная цель. И предные думали, сколько поставить цену литру, литр молока? Да сколько в магазине, вот сколько стоит, столько и ставьте. Подождите, а что там в магазине продают? Зачем так обесценивать такое богатство? И предные сказали, ну, давайте, ну, не знаю, сколько, ну, 100 рублей. Скажите, что такое 100 рублей сейчас? И мы только начали, и волнение пошло у преданных. А что за цены у вас такие? Это только потому, что люди не понимают ценность такого молока. Даже миряне, даже миряне сказали, да это нормальная цена. Где вы сейчас найдете молоко нормальное в магазине? Там все не молоко. Даже миряне, материалисты, просто и мясоеды это говорят. Да там нету молока в магазине. Какое это молоко? Это не молоко, это химия какая-то. Да мы гораздо больше хотим вам дать, лишь бы нам давайте вот это молоко. Нет, это не дешевая вещь на самом деле. Молоко это факт. Но, так же Прабхупада говорит, что Кришна, это я могу почитать даже. Сам вдохновляюсь иногда, только чуть забываю. Продолжение следует... Тамам Кришна говорит с вами, Махараш Прабхупаде. Это его беседа с Прабхупадой. То есть он задал, скорее всего, какой-то вопрос, и тут выдержка. Прабхупада говорит, защита коров, это наша жизнь. Прабхупада говорит. Представляете, что такое первоначально? Это что такое наша жизнь? Защита коров, это наша жизнь. Датшим говорит. Кришна приказал. То есть это приказ. Это не просто его там, ну, оставление там или просьба какая-то. Это приказ. А приказы что нужно делать? Исполнять. Причем это приказ от Кришны. Это Прабхупады говорит. Кришна приказал. Криши-гуракши. Сощита коров любой ценой. Любой ценой. Не просто там, ну, буду, не буду там. Любой ценой. Почему? Потому что это наша жизнь. И потому что это Кришна приказал. Это приказ Кришны второй раз Трухупада говорит. Мы должны исполнить его. Всякое правительство порщает бойни. Порщающее бойни должно быть уничтожено. Представляете, как Прабхупада. Жестко прям. Всякое правительство, порщающее бойни, должно быть уничтожено. Но мы не настолько могущественны. Есть такая бенгальская поговорка. В норке дождевого червя скрывается большая змея. Каждый разумный человек может понять, что это работа коммунистов. Теперь в дело оказалось вовлечено американское консульство. И консул уже выехал в Майпур. И центральное правительство вовлечено. Центральное правительство ищет повода удалить коммунистов. Если за дождевым червем они обнаружат змею, они выгонят их. Здесь нет никакой причины. Просто коммунистическое правительство хочет удалить американцев. Таков их план. А центральное правительство заинтересовано в том, чтобы сохранить хорошее отношение с Америкой. Все это было спланировано. Что мусульмане захватили наше сено. Что они захватили нашу корову. Кришна стал известен благодаря тому, что в детстве убил Путану. Вот и возможность для нашего движения сделаться известным. Ну, там, видать, предподоплека была какая-то перед этим. Ну, про Упада говорились о другом. Это очень важная вещь. Когда Ананда Махараш захотел вернуться, ой, захотел остаться с Кришной в Мадхури. Когда Кришна сказал, я не пойду сейчас во Вриндаван, потому что вот я здесь, в общем, завяз. Кармой завяз я здесь в Мадхури, не могу сейчас уйти, потому что вот Камсу убил, убил, думал, пойду. Оказывается, тут старшие, ну, Ядовы даванули на меня и сказали, что я никуда не могу уйти. Я поэтому не уйду никуда. Потому что сейчас Джарасанха будет нападать, тогда отбивать их будет. В общем, я буду здесь, отец. Возвращайся обратно. Ананда говорит, нет, 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 я не могу без тебя вернуться. Во-первых, меня Ешона не поймет и не примет. Я скажу, иди за своим Кришном. Где ты его оставил? Во-вторых, я сам не хочу уходить от тебя. Поэтому я никуда не пойду, я буду с тобой здесь. И Кришна говорит, нет, отец, ты должен вернуться. Знаешь почему? Почему? Потому что там коровы. А коровы – это моя жизнь. Ты не можешь ее бросить, иди туда к ним. Тогда Ананда Махараш подумал, что я все-таки могу еще как-то что-то придумать. И он придумал, Ананда Махараш. Так ему показалось, что он придумал. Он говорит, знаешь, Кришна, если корова – твоя жизнь, я сейчас пойду во Вредаван и всех коров сюда приведу. И буду здесь. Я не могу потому, что без тебя жить. Как я могу без тебя жить? Коров приведу – не проблема, раз это твоя жизнь. Кришна говорит, нет, ты не сможешь здесь коров разместить, потому что у Камсы нет земли для коров. Их пасти негде будет. Поэтому возвращайся. То есть все встало вот поперек этой всей разборки только из-за того, что коровы во Вредаване. Поэтому Ананда Махарашу нужно вернуться. Но мы пока не можем понять глубоко, в чем ценность коров. А пока мы живем, мы должны успеть хоть какое-то количество, не просто людей спасти. Коров тоже надо спасти. Потому что они как на передовой сейчас, они сдерживают просто натискали юги для предных. И как бы удар на себя принимают, чтобы преданные хоть как-то могли молоко предлагать Кришне какой-то, хоть как-то. Это очень могущественная проповедь – защита коров. Все мы хотим проповедовать, если наша миссия проповедь. Коровы – лучшие проповедники. У них сердца чистые. Они сразу Кришну дают. В виде молока. В виде навоза. В виде еще там продуктов. И они проповедуют реально. Люди приходят и сразу только смотрят на коров. Сразу привлекаются. Им интересно становится. Потому что корова, если счастлива, если она знает, что ее не убьют, и она счастлива, она чувствует вольность, вот это все. Ее глаза, они просто, знаете, подобные просто, ну, факелом благословения. Они всех благословляют. Любого, на кого бы она ни посмотрела, человек получает благословения неизмеримые. И их судьба меняется, этих людей, просто благодаря вот этому взгляду коровы счастливой. Но если корова в тревоге, и на кого-то посмотрит в тревоге, ее взгляд подобен Сатурну взгляда. И у этого человека начинается разрушение в жизни. Это описывается в Махапхараде, в Манусамхиде, по-моему, это описывается. Это очень могущественная проповедь, забота о коровах. Скажите, пожалуйста, Махаре Кришне, скажите, пожалуйста, наша задача всегда помнить о Кришне, когда она не забывается. Как это делать? Вот утром, не помнишь о Кришне, на работу пришел, куча проблем. Ну, с чем такая работа? В Одессе вспомнила Кришне. Приходит куча проблем на работе. Понимаешь, что только я чем вспомнила Кришне. Ну, с одной стороны, это уже много. Если брать нашу жизнь в прошлое, это прогресс. Утром, днем, еще вечером, вообще прям три раза в день, нормально. Ну, понимать нужно, что это нормально, хотя бы так. Это нормально, это бессмешка, без всякого этого. Все время, подождите, мы не готовы еще многие все время о нем думать. Мы сами не хотим о нем думать все время. Потому что для нас это некомфортно, постоянно о нем думать. Еще в своих делах же поможем, правильно же? Там еще что-то надо сделать. Кришна, можешь как-то временно отдохнуть? Туда как-то сходи, может, у тебя там пастушки тебя ждут. Давай сходи, может. Мне тут дела, надо вот как-то вот. Мы сами иногда не хотим о нем думать просто. И все. Как все-таки это сделать, чтобы постоянно о нем думать? Ну, во-первых, нужно сильно захотеть, очень сильно. Потом начинать звать его. И не просто звать. Эй, Кришна, иди, ну давай, я хочу вспомнить о тебе. Не это. А как звать нужно Кришну, чтобы помнить о нем? Говорится так же, как ребенок плачет, который маму потерял. Ну вот попробуйте вдуматься, это как? Рыдая. Рыдая, да. Это выть надо прям. Вот так, и Кришна, он сразу откликнется. Он думает, ничего себе, как он зовет меня. И он придет. Мы получим этот опыт. Мы ощутим его в святом имени. Может, он в святом имени, Кришна, сейчас? Он так не придет, взвлейте к нам. Он в святом имени в Кальюбу приходит. Почему Господь считает, я не могу остановиться? Потому что это нектар. Сам Кришна не могу остановиться. Хочу воспевать, еще больше воспевать. Мало одного рта, миллион ртов хочу. Мало двух ушей, миллион ушей нужно. И нужно получить вот этот вкус. Если мы этот вкус получим, тогда не нужно усилия предлагать. Постоянно о нем помнить. Просто повторяйте путь. Работа, не работа, какие там проблемы? Вас не волнуют эти проблемы? Важно, что они о Кришне напоминают эти проблемы. Как только проблемы, сразу Кришна, Кришна, Кришна. Попробуйте вот так ввести в свою садану, скажем так. Любую проблему сразу же Кришну вспоминайте. И сразу проблемы рассеиваются. Боже мой, проблема напомнила Кришне мне. Ну, сильно захотеть нужно. Очень сильно захотеть сначала нужно. Желание, вот эта энергия желания. Я хочу, Кришна, тебе постоянно помнить. Он скажет, да ладно, нет проблем. И раз нас в мае может вести сначала. И тут же опять себя проявит. Скажет, ну как ты? Ничего себе, я что-то не помню сейчас тебе. Вот нормально. И так периодически будет нас шатать туда-сюда, туда-сюда. Что мешает нам помнить о Кришне? Вот как раз, когда куча проблем, вот как раз и не помнится. И вот как, это что значит, мало веры или что? Почему? Когда все хорошо, спокойно, расслабно, и прям все так замечательно, все помнишь и думаешь об этом. А как вот вы говорите, Майя пришла. Вот она как раз и наоборот, сразу не приходит на облаку Кришне. Тренировка, это специально он устраивает, чтобы мы натренировались. Чтобы когда придет реальная трудность, это еще не трудность. Например, будет трудность, она нас всех ждет. Выход из тела. Это же трудность будет. Приятность. Сам процесс выхода из тела, он не труден. Вышел и все. Это как вот за дверь, вышел и все просто. Даже еще быстрее. Раз и вышел. Важно выйти в правильном сознании. Потому что столько желаний разом всплывут, столько привязанностей, столько планов. Это все разом будет всплывать. И вы тут же будете понимать, что это сейчас все аннулируется. И я этого ничего не получу сейчас. В ноль. Сразу же превращается в ноль. Мои связи, родные, неродные, муж, жена, дети, дом, власть, деньги, богатство. Там эти все положения. Это все разом будет аннулироваться. И вы будете понимать, что это сейчас аннулируется. Вот это трудность будет. И там точно не для Кришны будет. А вот эти трудности, которые сейчас, они должны на самом деле быть нашей учебной программой. Успевать вспоминать Кришну. Как только трудность, сразу Кришну нужно вспоминать. Как это делают пастушки. На вариндамой. Как только какая-то трудность, они сразу, Кришна, 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 помоги. Ракшама. Вот мы сейчас можем тренироваться. Трудность, сразу Кришну зовите. Ну вот бахты сегодня перевернулись. Они говорят, мы все четверо ехали и читали мантру. Все четверо ехали и читали мантру. Просто все в мантре были. Не про жалобу, ничего. Просто ехали, мантру повторяли. Прагупада, Мурки Прагупада сидит большое на переднем сиденье пассажирском. Представляете, компании едут. И бух. И все целые, здоровые, как бы все нормально. Ну там какие-то царапины, там что-то. Никто ничего не поломался, ничего нет. Хотя там убиться можно было. Я говорю, Кришна, Кришна, Кришна. И нормально все. Поехали быстренько там все. Прошли какое-то обследование. Все, а постоянно они думают, ничего себе как. А на оба смерти, ну вот здесь был аренум. Это Кришна спас. Прагупада спас. Прагупада рядом был. Прагупада нас спас. Вот они сейчас получили этот опыт. Теперь малейшая труска. Сразу Кришна, Кришна, Кришна. Одна уже пишет там, говорит, надо всегда четки держать в руках. Да уже реализация такая. Всегда четки в руках держать. А вдруг мало ли чего. Сейчас. Ну, Кришна, Кришна. Ну, то есть я еще хотела спросить, а вообще такое бывает у кого-то? Ну, у святых там, конечно, бывает. Ну, у вас, например, бывает. Да какое святое? Ну, у себя помнили. Нет. С 24 часа. Ну, не 24. Нет, нет, я не помню, Кришна. 24 часа, тем более. Ну, то есть это то, к чему... Я как вы, я утром помню. Важно стремиться. Днем помню, как вы. Вечером помню. Предных вижу, помню о Кришне. Ну, когда мне начинают в день по 200, по 250, по 300 смс-ок приходят. И всяких аудиосообщений, и там еще каких-то этих всего. Это полностью, и не только в телефоне, и в контакте, в скайпе, там, в отцапе, там, в вайбере, там, в общем. Это все разом вот так. И всем начинают что-то помогать, подсказывать, там, бух-бух-бух. И голова уже дыбится. И я точно о Кришне в это время не помню. Я же лидер, я сам должен решать все это. Зачем Кришну беспокой? Я сам все сейчас решу, сейчас всем-всем помогу, все вообще, все-все-все-все. Я же уполномоченный там какой-то, еще там что-нибудь. Не помню я об этом. В этот момент я о Кришне не помню точно. Но когда заканчивается какая-то первая, хоть какая-то первая проблема, я думаю, фу, Хри-Кришна, спаси меня, что ты помог мне. Тут раз какая-нибудь смс-ка, раз открываете. Не, о Кришне уже не помню. И сегодня настолько у меня голова задымилась. Я сейчас пошел, зашел в Гуру Махаража. И такой стою. Ну, мы беспокоим Гуру Махаража или не беспокоить вообще этим всем? Не, не буду беспокоить. Сам же вроде бы разбираешься, нормально жить, все. Все же успокоим, да? Ну, все, не беспокоим Гуру Махаража. Ну, все, не буду беспокоить. Ну, а что стоишь тогда? Что ждешь, если ты не хочешь беспокоить? Ну, не знаю. Ну, как же я без него? Гуру Махараж. И Гуру Махараж такой раз поворачивается. Ну, что, как дела? Заходи, давай пойдем пообщаемся. Давай рассказывай, что там выделя. Какие-нибудь новости есть? Гуру Махараж. Какая? Вот тут машину переворачивали. Такая новость. Говорю, вот так. Машины бьются. Машины не восстанавливаются. Бьются просто. Люди целые все, никто не страдает. Так, что-то нам, Гуру Махараж, так, что-то нам пасть какая-то на вас налетела. Машины бьются. Матушка заходит такая. Что там у вас? Гуру Махараж. Да вот машины бьются, не восстанавливаются. Ага. Раз ушла. Раз тут, тут же возвращается. Вам яги, яги нужно проводить. Яги проводите просто и все. И ушла тут же вообще. Говорю, ну что, еще чем-нибудь есть такое? И все. Вы думаете, да вообще нет никаких проблем. Вы смотрите на Гуру Махараж и на матушку, вообще никаких проблем нет. Потому что они в экстазе постоянно. Трудности? Да какие трудности? Это не трудности. Еще что-то есть? Да, может, вот это, вот это, вот это, вот это, ну, нормально, нормально. Ну, все нормально. Вообще у тебя никаких проблем нет. Я очень рад. Давай. Гори, Бон, проповедуешь. Все, иди. Все, выходит, никаких проблем. Вообще никаких проблем нет. Но самое интересное, вы о Кришне в этот момент не помните. Кришну-то вообще его здесь нет. Почему-то, не знаю, почему, ну, вот не помню, честно, не помню. Потому что все хорошо, как вы говорите. С Гуру пообщался, с матушкой, получил наставление столько, все. Нектар, это какой там Кришна? Кришна, давай потом. Я вышел такой нормальный раз, СМС-ку открываю, которая следующая пришла. И там опять все плохо. Вы думаете, Кришна исполнили. Потому что вы без Кришны не решите ни одну проблему. Вот это вы должны понять. И постепенно, постепенно это войдет в привычку. Проблема, сразу Кришну вспоминайте. И Он даст разуму, даст веру, даст знание, как решить эти все проблемы. Вдохновит вас. И постепенно, постепенно, день за днем, год за годом. Вы так привяжетесь к Кришне из-за проблем только. Потому что, когда нет проблем, Кришны нет. Кришна, это сплошная проблема. Он не даст спокойной жизни. Потому что Он очень хочет, чтобы мы вернулись домой. Чтобы мы наконец-то поняли, что этот мир сплошная проблема. На каждом шагу проблемы, проблемы, проблемы. Одну решаем, ждите другую. Не думайте так, что я сейчас решу проблему и не будет проблем. Проблемы, это часть нашей жизни. Пока мы не влюбимся в Кришну по-настоящему. Знаете, какие проблемы у пастушек? Наши проблемы, это не проблемы. Там столько проблем в духовном мире. Вы хоть знаете, куда вы собрались? Там проблема, здесь проблема вспомнить Кришну, а там проблема забыть Его. Потому что там Его невозможно забыть. Кришна, знаете, как молния. Но Он такой напряженный в этом плане. Он такой динамичный. Возле Него нет Шанти. Возле Кришны Шанти нет. Но Он в такой динамике сильной. Если мы хотим приблизиться к Нему, мы должны стать такими же динамичными, активными. Не так, что мы Кришну видели Шанти. Нет. Кришна даже не спит. Представьте, вечно не спит. Скажите, как не спит? Мама, и что до упада у этого спит? Да ничего, не спит. Она его ложила, он тут же в окно вылез. Пошел ночью гулять с пастушками. Падутый пришел, чтобы только успеть, чтобы мама только открыла, вдруг раз, только лег. А-а-а, выспался такой. Ну что, выспался? Да, мама выспался. И так каждый день. И Он не спит никогда. Вот представляете, какими мы должны стать, чтобы приблизиться к Кришне. Должны побороть сон, как минимум. Не спать. Не есть. Если не есть, тогда вообще еще не спорят. Так и три раза в спорят. Ну, Прабхупада говорит. Сведите к минимуму еду и сон. А потом и вовсе откажитесь от этого. Наставление Прабхупада. Потому что это мешает нам подняться на духовную платформу. Еда. Сон. Поэтому мы не едим, мы почитаем просад. Мы его не едим. Да нет, раз, почти. Все, ничего не хочу больше. Если пока еще не чувствую, тогда надо много просада, больше, больше, чтобы прям со всех щелей в глазах весь в просаде надо быть. Что это милость. Объездство нужно. Однажды так объездство, что прям, как на еду уже не будет хотеться смотреть. Не как на еду. Но как на просад будет хотеться смотреть и даже попробовать почтить что-то. Не нужно много объедаться. Если человек понимает, что только просад, он много ест. А потом постепенно, постепенно, уже как Прабхупада, он в конце концов перестал есть. Ничего не ел, даже не пил. Не спал. Пример показал, как Гуру. Давайте, наверное, последний вопрос, потому что время уже у нас. И у меня просто такой вопрос, он как бы такой симбиоз вот нескольких последних тем. Я прошу прощения сразу, что может быть, как-то я его сформулирую так. У меня просто есть наставление наставника сделать определенные вещи. Они меня вдохновляют. Но так как я вижу себя не так часто, и пока еще... У меня есть вера, что раз у меня дали какие-то наставления, то мне нужно на это медитировать. Но по жизни я пока еще это не реализовываю. И отсюда какое-то... Ну, такое чувство дали неводотворенности. И ты, получается, стараешься как раз-таки... В таких сомнениях находишься, что ты стараешься не отвлекать, так как знаешь занятость этого человека. И также в жизни есть еще какие-то другие вещи в служении, которые приходят в твою жизнь. И как вам бы быть в такой ситуации, то есть просто пока верить, что когда-то время придет, ты это сделаешь. Или уже как бы конкретно, если тебе уже сказали, уже сейчас что-то делать, параллельно с тем, что уже есть в жизни. Вот такой момент. наставник должен быть в досягаемом пространстве каждый день. Такая есть классификация наставников, которые каждый день в доступности находятся. чтобы они корректировали вот эти наваждения, что еще служение, еще служение. И это надо, и оно все равно идет. Оно всегда будет идти. Чем больше вы занимаетесь духовной практикой, тем зрение ваше становится очень острым к служению. Потому что это природа души служить. И она потом начинает видеть все через призму служения. Вы выходите на улицу, и вы смотрите на падших, и думаете, их всех спасти нужно срочно. Это служение, реальное служение. Как их спасти можно сейчас всех, вот кого я вижу, как их сейчас спасти нужно? Берите караталы и громко пойте махамантру. Потому что это наша жизнь, киртан. Просто пойте, они все услышат. И вы удовлетворитесь, что вы хоть как-то поспособствовали в их судьбах. Все. Но это такой пример, когда вы можете это сделать. То есть это пример того, как в душе, которая пробуждается, хочется постоянно быть в служении. Однако, должен быть регулятор или корректор, который будет нам иногда мозги вправлять, опускать нас на землю, что ты все равно сейчас, в данный момент не разорвешься. Возьми что-то одно и делай это качественное. Что-то так разум нам должен сказать. Либо внутри сердца мы должны повиноваться ему, либо наставник, который видит мою занятость. Он должен сказать, вот это, вот это, вот это. А вот это, вот это, вот это. Сейчас не делай. Возможно, это придет потом, можно будет сделать. Один момент. Другой момент. Есть люди, реальные лидеры, которые могут вести за собой людей. Они могут эти служения распределять. Сами не делать их, но их распределять. Наделять полномочиями кого-то, вдохновлять их. Это то же самое, что вы делаете в служении. Но это придет только тогда, когда вы разберетесь со своей гордостью, чтобы не гордиться, что это я сейчас, сейчас я займу, пусть они все делают. Но это я делаю. Это опасно очень будет. Это очень опасно. И вот это регулируют как раз наставники. Они говорят, нет, нет, это оставь служение. Это пока не трогай. Да, ты это можешь. Но сделай то, что ты уже взял на себя. И вот это сделай. Доведи это служение до совершенства, как сможешь. Передай это в хорошие руки, если вы лидеры. И еще другое служение бери. Его развивай. Еще передай. Еще взял. Организовал. Проверил. Прожил все. Передал опыт этот. Раз, отошел на расстоянии. Наблюдайте, помогайте. Потому что не всегда сразу все будут выполнять, как вы хотите. Обязательно будут какие-то там корявости. Давайте, помогайте, помогайте, поддерживайте, поддерживайте. Но это должен регулировать наставник, который находится в досягаемости. Каждый день. Я правильно понимаю, что это должен быть наставник, который в моем городе? Да. А вот можно? Даже он может быть не в вашем, но он видит вас каждый день. Общается, если найдете такого. Кто будет общаться каждый день с вами? Может быть он с соседнего города? Ну, такое редко можно найти, что кто-то мог еще курировать, кого-то еще в другом городе. Тут в своем городе обычно наставники перегружены. А еще куда-то это очень тяжело будет. Можно ли вопрос? Просто получается, что как бы в голове есть этот параметр, что есть духовный учитель. Шикша, он представитель твоего духовного учителя. Есть Шикша, который в городе. И он, понимаешь, как представитель Шикши. Ну, то есть, как Шикша, Шикши. Ну, как бы только параметр на себя какой-то выстраиваешь. И между этими наставниками противоречий нет. То есть и тот, и тот. Но просто один в городе, а второй не в твоем городе. А наставление ты получаешь ну, как бы от того и от другого. И как бы, как вот, они как бы, то есть не проблема в том, а проблема хочет... Тот, кто в городе, он тебя, естественно, видит, и он тебе, ну, с ним взаимодействие больше, и там свыжение как бы в этом больше. Ты шагов делаешь, чем то свыжение, которое ты получил. Вы чувствуете, вы сами запутались сейчас. Немножко, чуть-чуть. А я чувствую это. Я это чувствую. Потому что я вас давно знаю. И поэтому я это сейчас чувствую. Одну вещь поймите. У вас есть супруг. Вы его считаете шикшей? Да. Если вы его считаете шикшей, у вас не должно быть проблем. Вам не нужны больше наставники. Такие имеются близкие, досягаемые. Если есть наставники другие, в других городах, то они общую картину могут давать. Но детализацию будет проводить как раз ваш супруг с вами. И вам больше не нужно никому обращаться. Не запутывайтесь сами, и его еще не запутывайте. Вот. Это вам поможет очень сильно. То есть попробуйте оценить такую возможность. Потому что многим, а тоже страдает из-за того, что нет рядом такого наставника. А у вас он есть. Теперь воспользуйтесь этим. Не завышайте планку тут еще куда-то, еще куда-то, еще какие-то. Зачем? Соломинку в зубы. Смиренно. И поймите теперь с помощью своего спутника, супруга, Вашнава, поймите, что сейчас у вас есть на данный момент. И вот это попробуйте все разобрать по полочкам. Потому что даже то, что вокруг вас сейчас находится, также может быть там какие-то вещи лишние. Попробуйте разобрать. И это непростая задача будет. Потому что ложное, оно проникает, что это важно, это мое, это все здесь, я уже как бы да-да-да. Но если вы вдвоем с Анкиртона, это вдвоем, значит, как минимум, начнете честно друг другу вот это, говорит, вот это скорее всего нет. И все, и останавливайтесь. Когда вы уже разобрали точно то, что вам нужно, вот теперь можете еще у какого-то наставника или у духовного учителя просто свериться, все ли правильно вы поняли. И когда скажут, да, все, теперь ничего другого не добавляйте уже. Вот это доведите до совершенства. Спокойно, терпеливо, шаг за шагом, и вы будете чувствовать спокойствие в уме. Ум успокаивается, потому что ничего другого нет, все нормально, вот только на этом. Хотя ум будет говорить, давай еще что-нибудь, давай еще, ты же возвышенный, ты же возвышенная, там можешь больше, ты же лидер. Нет, только вот это, благодаря сильному разуму рядом, рядом разум. Все, и держите, 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 совершенствуйте, совершенствуйте, совершенствуйте. потом вы сами все увидите что лишнее, что не лишнее нужно ли кого-то в курс ставить или не нужно нужно ли с гуру советоваться в этом случае, а может быть и не нужно уже потому что уже получено все от наставников все нормально, вы почувствуете связь с духовным учителем через наставников что это он и есть на самом деле это уже более глубокий уровень такой но он существует, он очень ценный этот опыт важно просто одну вещь усвоить иногда вам нравится запутываться потому что это экстаз какой-то теперь надо это все пораспутывать пораспутывать, пораспутывать надо все пораспутывать, так, сама не могу так, надо кого-то вовлечь ну вместе, чтобы санкирт она была вместе как-то так, а ну как-то динамично все и хорошо так вот, в этом будет трудность скорее всего но постепенно, постепенно, шаг за шагом вот это усовершенствуйте, то что вот есть маленькое туда лучше силу бросьте и потерпите потому что так будет хотеться еще чем-нибудь потому что сил там много внутри будет нет, эти силы направляйте вовнутрь ищите там грязь выметайте ее туда ищите мусор в характере улучшайте характер туда силы направляйте не на проекты проекты забирают силы всегда проекты отвлекают от Кришны если человек неопытный проекты расслабляют нашу бдительность на Кришне гораздо важнее внутрь заглядываться что мне мешает сосредоточиться на Кришне характер а какой именно Кришна, покажи мне что-нибудь на чем мне нужно работать скажет, хорошо, жди и ждите с внешнего мира теперь ждите реакцию кто-то отреагирует обязательно так устроен этот мир это Кришна так участвует а тут же он дает силы разобраться с этим эти силы изнутри потому что вы вовнутрь отправляете внимание свое не в проекты и по мере усиления качеств вы будете видеть как ваши проекты улучшаются и когда вы станете сильным внутри тогда вы можете брать серьезные проекты и тогда уже проекты не будут вас отвлекать от Кришны это происходит потому что мы соскучились на самом деле по Кришне поэтому хотим быстро хотим много это нормально однако включайте разум что кто-то нам помогал иначе мы можем дров наломать потом разгребать это сами не сможем потом будем вовлекать наставников гуру будем вовлекать в это все и нам придется с этим теперь время терять пока это все сейчас разгрести Хари Кришна дорогие предные Шрила Прабхупада Кий Джай Гуру Махараш Кий Джай спасибо вам всем простите меня если где-то может быть чуть-чуть грубо или строго как-то чересчур Хари Кришна Гуру Махараш Кий Джай а нам такой кивайшнаврин так езжай нет я завтра уезжаю утром после Багова там сразу без остановки сразу в Багов там вхожу и поехал для фестиваля Сан-Киртона интервью для фестиваля Сан-Киртона там до 15 минут три вопроса здесь можно прям здесь на эту же камеру спасибо вам за ответ нужно пожертвование небольшое хочу вас попросить помочь мне меня тоже дайте меня тоже дайте просадку а у Крабу сейчас дайте у нас в семье с мужем что он сейчас тоже учился не считался критики и мы должны были в этот раз получать вместе инициацию но он сейчас сказал что он не готов как мне правильно сейчас себя вести как поддержать на друга у него есть друзья ну доброжелатель друзья он уже с кем ты же общался близко вот он ходил общался с Аггалиндой из Краснодара он как бы его старший и вот я вас Аггалиндой спрашивала он как он говорит ну непонятно нужно время вот как вот так он не может по времени ну вот надо чтобы какой-то старший Аггалиндой который опытный сможет пообщаться с ним вам молиться нужно за него очень сильно Кришну молитв то есть верьте то есть будьте как бы ну сильной личностью которая должна верить что Кришна поможет доверять да молитесь и что да да его вдохновляйте просто не философия вдохновляйте вдохновляйте предность но вы Вы, вот я говорю, философию не обсуждайте, обсуждайте простые какие-то вещи дружеские, как друзья, обращайтесь к нему как к другу, прям, прям ничего не трогайте, просто как к другу, скажите, ты друг мне? Помоги мне как другу, потому что я сейчас в таком положении просто, помоги мне как другу, попробуй понять, ну как друга, не как жену, не как там, мать твою, просто как друга, поживи мне, вот такая помощь. И вот в этом ключе начинает обращаться, не философия обсуждать, именно человечество, человечество очень серьезно, и терпите, молите за него. Мы с вами вообще один минут сидим, мы уже не мероприятием. Здесь. Ну, да, знаете, пусть подойдет, я завтра утром уеху, и Багово там сразу, если до этого времени, где-то как-то, я на Багово там буду, и Багово там сразу, я на Багово там сразу. Подождите, раздавай, потому что мне сейчас, нужно сейчас интервью дать. Вот, вот, да, потом мне еще нужно здесь несколько вопросов ответить, потом мне еще лучше всего надо, там мне еще за дверьки удержать. Я у тебя хотел здесь просадок просто, и можно слушать, кто хочет, я думаю, это нормально, кто ведет. Спасибо вам за знание. Да, это не мое знание. Так, снизу, и прям так светло. Может, если шармон где-то будет. Чтобы звук какой-то был. Это же видео будет, да? Давай. А как видео, покуда вам? Нет, выписывайся. Сейчас еще. Если все попадаешься, то есть, селикон, можно вот так, селикон. Как вы будете задавать вопросы, да? Да, три вопроса. То есть, сейчас настройте меня, чтобы потом я, ну, хотя бы понимал, о чем речь. Просто туда спеши. Нет, спасибо. Спасибо, что я могу отдать. Московский Ашам и Санкир-то мы проводим четыре раза Харинам. У нас здесь группы преданных, которые только Харинам. Это где этот Ашам? Московский Ашам. Московский. До Ивана? Да. Это где-то. Продолжение следует...